Опять нам, что ли, говорят? Наконец-то! Да! Мы в Сан-Франциско! Да, мы сделали это! Ладно, и мы. Ну что, мотогоны, всем привет! С вами взрывной Майк. Я нахожусь во Владивостоке. Вот она, РТ-шка, на которой я отправлюсь в кругосветное путешествие. Именно здесь оно у нас начинается. И сейчас я снимаю для вас вступление такой первой части. С этой точки, с этого момента начинаются ваши впечатления. Для тех, кто любит путешествия, для тех, кто любит смотреть про разные приключения. В том числе и на мотоцикле. В общем, усаживайтесь поудобнее и начнем. Я заблудился, поможете мне? Остановка, стоянка, транспортных средств под мостом, запрещена... Ленточка, вот обычной ленточки. Что это? Ребята, ну... Полноценное кругосветное путешествие, что это? Это когда ты садишься на мотоцикл и объезжаешь все континенты на планете. С заездом в Африку, в Австралию. И основная наша задумка и идея сделать кругосветку, как кругосветку вокруг земного шарика. То есть мы выезжаем из Владивостока. Следующая у нас такая контрольная, скажем, большая точка. Это Москва. Потом мы двигаемся до западной части Европы. Та самая часть маршрута, которую я пытался проехать в 2018 году, там, да, с ребятами. Но мы ее не завершили, скажем так. И оттуда уже отправляемся в Соединенные Штаты Америки. Доезжаем до Сан-Франциско, то есть проезжаем Штаты поперек. Как это все произошло? Я сидел на стриме, сказал, что у меня есть некая мечта сделать кругосветку. Но пока что я к ней не готов, как финансово, так и, в принципе, там, у меня своего мотоцикла не было. Карты так сложились, что я стал частью некого более глобального большого проекта. В рамках этого проекта мы делаем вот такое интересное путешествие, которое я смогу вам снимать. Мы не знаем, что нас ждет. Мы не планировали маршрут. Мне пишут ребята в Инстаграм. Там, скажи маршрут, там, напиши через какие города едешь. Мы не знаем, через какие города мы едем. Мы знаем, что будет Владивосток, будет Москва, будет Португалия, там, мыс Рока. И в конечном итоге Штаты и город Сан-Франциско. Что за мотоцикл? Это мотоцикл фирмы BMW 2018 года R1200RT. Это предыдущее поколение РТ-шки, даже предпредыдущее, потому что в этом году еще было обновление. Мы купили этот мотоцикл БУ, но в хорошем состоянии, 2013 года. Здесь мотор еще пока что 1200, у новых моделей идет 1250, но комплектация здесь максимальная. Все примочки, которые нужны, в принципе, в путешествии, всякие подогревы, круиз-контроли, там, датчики давления в колесах, это здесь все есть. У меня есть ТП. Я каждый раз хочу подснять твое напряженное лицо, а ты каждый раз там внизу где-то копаешь. Единственное, мотоцикл был без заднего центрального кофра, но благодаря моим друзьям с BMW я еду еще с центральным кофром и вот в таком вот новеньком костюме Rally Pro. Вот, в принципе, такой легендарный костюм, в этом году его обновили, но у меня уже есть что сказать. Вообще про снарягу я вам буду рассказывать в конце путешествия, расскажу отдельный ролик, сниму. Блин, вообще здесь атмосфера очень прикольная. Пролив Босфор, да, мы стоим? Я стою, плавают какие-то корабли огромные, мост, с моста кто-то говорит каким-то голосом. Я испугался сейчас, честно, думал, что это мне что-то говорят. Молодой человек, ты там какой-то бокус плохо настроить. Есть такая вот здесь конторка, Чемеку, она называется. Ребята там возят с Японии эмотики. Как-то давно познакомились там на выставке. Я полетел, позвонил, Саша нас встретил, все показывает нам, тут рассказывает. Маме привет передай. Мам, тебе привет. И когда мы уже заехали в город, первое для меня это был воздух. Особенно, когда я на Мотике первый раз проехался по Владику. Воздух какой-то такой, знаете, теплый, мягкий, навеивает курортностью. Он такой, знаете, морской, чистый с одной стороны, а с другой стороны с таким прям характерным каким-то запахом. Когда едешь на Мотике, дается ощущение, что ты прям где-то вот, ну не в типичной России. Людивосток! Две тысячи. Ребята собрались, приехали, пообщались классно на разных мотоциклах разных возрастов. Покажу местных монтагонов. Вот, здороваются ребята. Ты без мочки, ясно. Так, мочки вот так снимем. Один пенсионер, Илья, приехал. Вот, даже заслуженный, ему лайк ставлю. Илюха, привет! Очень много тачек с Японией. Во-первых, они практически все праворульные. Очень часто можно встретить, ну практически даже всегда можно встретить такси на гибриде или тачки, которые ездят. Часто можно встретить электрические какие-то автомобили. И все они праворульные. Мне кажется, в России нигде ты такого не увидишь в таком именно масштабе, в таком количестве. Весь город, он на разных уровнях, как в этих американских фильмах. Вот эта дорога вниз, которая уходит, впереди ты видишь море. Я в Сан-Франциско не был, но напарник моего путешествия сказал, были вообще прям очень похожи. Сан-Франциско не был, но напарник моего путешествия сказал, были вообще прям очень похожи. Что-то я, по-моему, не туда приехал. Ну давайте посмотрим, что за вид тут. Ну, необычно, необычно, очень необычно. Впечатляет. А люди здесь живут, прямо возле моря. Здесь рядом Япония, здесь офигенный климат. Например, сейчас в Москве гораздо холоднее. Здесь, во Владивостоке, ночью ты можешь ездить в футболке до сих пор. То есть, конец там августа, сентябрь, как мне сказали, это вообще бархатный сезон здесь, грубо говоря. Ладно, все, тут я самостоятельно что-то не могу эти дорожки найти без Саши. Надо ехать в город. Ехать в город. Показать вам город. И уже что-то я проголодался. Может, сегодня как раз попаду в зуму. Перекушу. А еще хочу сказать, что здесь очень прикольная кухня. Мы посетили несколько заведений классных. Давайте расскажу вам про них. По-любому кто-то из вас поедет в путешествие и будет в Владивостоке, будет интересно. Значит, мы съездили на Устов Русский в ресторан Новик. Там, скажем так, не совсем дешево, но место очень классное и готовят вкусно. Самый вкуснейший салат из трубачей. Ну, не те, которые в море плавают. Вот самый вкусный салат из трубача я ел именно там. Есть еще более бюджетное заведение с морепродуктами. Оно называется «Октопус». Там мы кушали всяких морских гадов, креветки, гребешки, рапаны, ботаны. Да, такие названия. Я некоторые названия даже не слышал раньше. Люди, которые здесь живут, такие смотрят, такие, ты что, ну это же ботан. Я такой, ну у нас ботан как бы это другое немножко означает. Морепродукты вкуснейшие, они свежие, вкусные. Их здесь готовят, их здесь умеют готовить. Также есть еще заведения, которые мы не посетили. Нам их крайне рекомендовали. Но туда надо заранее прям бронировать, потому что мы именно по этой причине не попали. Это грузинский ресторан «Супра». Причем рекомендуют почему-то именно в центр идти, где набережная. Именно в это заведение, потому что их здесь несколько. И заведение «Зума». Паназиатская кухня там, да. Помимо этого есть еще всякие забегаловки, причем китайские, корейские, которые выглядят ну просто дико. То есть ты туда смотришь и думаешь, ну типа это что, комната для грязи? Нет, оказывается там готовят еду. И на самом деле, как говорят местные, типа все окей. За моей спиной находится торговый центр «Формулы Х». Это место, где собрано практически все для активного отдыха, для мото, для квадродвижухи. Здесь есть даже свой мотосервис, есть специальная парковка для мотоциклов. И ребята спонсируют у меня уже не первый год, за что им огромное спасибо. Вообще это место действительно клевое. Мы здесь и шашлыки жарили, встречались с подписчиками. И за расходниками я сюда приезжаю. И за экипом вы можете сюда приехать. В общем, здесь вы всегда все найдете. И запчасти, и технику, и экипировку. Рекомендую все. Ссылочки в описании. «Формула Х», как всегда, топчик. Возможно, мне вот сюда. Сто метров я отъехал, но вроде отъехал. Накатанная дорога, но вроде накатанная. Значит, едем сюда. Оп. РТшечка у нас превращается в гуся. Гуся превращается. И мы куда-то едем. Ух, может быть, это, конечно, очень херовая затея. Но, ебать. Ебать. Вы просто, наверное, не понимаете, насколько здесь высокий подъем был. Я охерел. А-а-а, это не дорога. Это просто здесь пикники делают. У меня даже для пикника ничего нет. Оп. РТшка у меня в пленке. Поэтому ничего страшного. Вот так, видимо, здесь приезжают люди в палатках останавливаются. То есть, в целом, мы могли бы здесь вот заночевать в палатках. Ебать, а вот как спускаться? Ебаный сырник. Ебаный, ебаный. Ебаный сырник. Залез Мишанин. Ну ладно, небольшая тренировка перед плохими дорогами. Айть, айть, айть. Ой, блядь. В кофре все летает. Там камера у меня. Ешки-макарешки. Ищем дорогу эту. Где красивый вид. А, вон она. Все, дорога нашлась. Она у меня может пропустить вперед. Я прямо прошму гну. Главное не пробить колесо и не погнуть. Это будет очень плохо. Решить, наверное, не стоит. Ох, ебтик. Не, ну я вам хочу сказать, что РТ-шка по фроуду, на самом-то деле, довольно неплохо едет. Так, налево, направо. Туда поедем. Налево, наверное, вниз. Выезд. Поедем направо. Еще Владивосток, в принципе, можно назвать в какой-то степени курортным городом, потому что, как нам рассказывали, сюда приезжают отдыхать из Хабаровска. Здесь море, здесь есть пляжи, много интересных туристических мест, много островов вокруг. Вот здесь можно взять, условно, катер там на день поплавать, куда-то поплыть на какой-то остров. Там будет прям пляжик, такая, знаете, голубенькая водичка красивая, прям классная. И можно прям отдыхать, как на курорте. Плюс сейчас вот август, погода и температура воды, она реально, там, Турция, знаете, там, ууу, тусим, Тагил. Вот, и многие сюда приезжают отдыхать. Мы, к сожалению, не смогли позволить себе, там, выделить целый день, прям почилить, покататься на катере, там, сплавать на эти острова. Но, я думаю, будет повод еще вернуться сюда. Если у вас путешествие, вы приехали во Владивосток, это ваша конечная точка, то рекомендую здесь прям зависнуть на недельку, там, дней на пять, да даже, наверное, на недельку. Потому что очень много, что есть посмотреть, очень много, чем есть заняться. И как раз после путешествия, там, можно кайфануть. У нас получилось так, что это точка старта, и мы решили, что мы не отдыхаем, мы отдохнем в Сан-Франциско потом немножко. Вот, знаете, стою сейчас тут, и еще больше, мне кажется, что я где-то не в России. Место фантастическое. А вот там вот кусочек такой, с камеры плохо видно, короче, кусочек, прям голубая-голубая вода, как не знаю, где, как на Филиппинах или в Таиланде. Видимо, песчаное дно, белый песок. Кайф. Из-за того, что Владивосток находится настолько далеко от Москвы, то есть, грубо говоря, если взять вот всю Россию, на одном конце России, грубо говоря, Москва, на другом Владивосток. И Россия огромная страна. Мы сюда летели на самолете 8 с половиной часов, дикий джетлаг был 2 дня, наверное. Первый день вообще я ходил как космонавт, дико тупил, слова путал, без шуток. Хочешь сказать одно слово, говоришь другое, голова не соображает, у тебя что-то спрашивают, и ты не понимаешь, что у тебя спрашивают. Разница во времени здесь 7 часов, тоже очень тяжело, там, даже общаться с какими-то близкими, там, с друзьями, с родственниками. Нет ощущения вообще, где ты находишься, ну, вот, да, если ты там уехал за тысячу километров, ты немножко там чувствуешь, понимаешь, где ты находишься, разницы во времени особо нет. А здесь 7 часов. Ты, ну, действительно, как на другой планете. Ты пишешь друзьям, когда ты проснулся, и понимаешь, что сейчас они ложатся спать. И это, ну, в голове немножко не укладывается. Но день на четвертый, там, привыкаешь, и все нормально становится. А вот здесь находится океанариум, и вот внизу там ребята катаются на виндсерфе. Вообще классно. Открытое море, вон там огромнейший корабль плывет. Идет, точнее. Плывет неправильно говорить. Блин. Это реально другой мир, ребят. Это просто другой мир. У меня нет слов. В плане какой-то душевности, по атмосферности людей, это можно сравнить как-то с Питером. То есть люди без какой-то суеты, да, на чиле, на расслабоне, как говорится, да. И много красивых девушек. Я знаю, что нужно сделать. Вот здесь продают сувениры. Надо что-то купить. Здравствуйте. Здравствуйте. Я заблудился. Поможете мне? Что я? А вы отсюда? Нет. Я не местная. Нет? Нет. А откуда вы? Готовы всегда пообщаться, помочь, что-то подсказать. В общем, в целом классно. Куда вы убегаете? Я же так быстро не умею бегать. Разговаривал с вами. В итоге завел диалог с девушкой. Короче, надо купить какой-нибудь магнитик. Пофигу, рублей за сто. Но оставить это, скажем так, на память. Не трогай. Не трогай, не бери. А наклеечек у вас нет, Владивосток? Нет. Так, ладно. Я думаю, что можно будет еще поискать, чтобы наклейку зафигачить на кофр. Очень много здесь иностранцев. Конечно же, здесь рядом граница с Китаем, граница с Кореей. Япония здесь недалеко. Ну а вот этот мост в обратном направлении мы едем с острова Русский, который самый большой здесь. И вот эта картина, конечно, это просто бомба. Вот такой большой корабль с контейнерами я вообще первый раз вижу. На камере на широкоуголке, конечно, не так ощущается, но это просто огромный корабль. И еще другие какие-то. Еще солнышко светит вот там вот. Посмотрите туда. Город весь в какой-то туманности. Там светит солнце. И вот там тоже светит солнце. А здесь вообще шпили уходят вверх, как будто мост привязан к небу. Я не знаю, крепится за небо. Очень красиво. Очень красиво и для меня необычно. А вот и второй мост. Он очень похож. Немножко другая конструкция. Тоже подвесной. Выглядит классно, красиво. Мне даже почему-то маленький. Нравится больше, чем большой. Не знаю почему. Ну, вот какой-то он более фактурный, что ли. И вот мы уже попадаем в более-менее центральную часть города. Посмотрите, сколько здесь уже домиков стоит. Что с правой стороны, что с левой стороны. Уже высоточки всякие в большом количестве. Очень-очень много кораблей. Ощущается жизнь уже. Если там была больше природы, то здесь уже полноценный большой город. Вот такие вот, видите, начинаются перепады. То есть мы едем тупо вниз прям. И дома стоят на разном уровне. Всякие здания такие прикольные. Смотрите, сколько японских тачек. Вот давайте попробуем сейчас хотя бы одну русскую найти. Вот хотя бы одну. Очень сложно. Если только за стазы с автозвуком, знаете. Вот девчаночки идут. Вот люки, они прям глубокие. В них вообще лучше, ну, на них не попадать. И это еще фигня. Есть ямы еще. Огромные причем глубокие. Ну, то есть если туда на мотике попадешь, ну, все, до свидос как бы. Вотнешься передним колесом и полетишь дальше, чем видишь. Вот, 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 смотрите, центр города. И люк просто такой глубины. Ну, это еще ладно. Я говорю, здесь, конкретно здесь, дороги нормальные, хорошие. Еще могу сказать про Владик, что он, я думал, что он больше по габаритам будет, да, то есть по квадратуре. Город на самом деле небольшой, сам город, да, если не считать там остров русский и какие-то прилегающие территории. И добраться везде можно очень быстро, такси дешево стоит, где-то даже можно дойти пешком, если ты готов вот в эти подъемы подниматься там и спускаться. И местные, они даже, знаете, иногда там спрашиваешь, а это далеко? Они говорят, ой, да, но это далеко. Смотришь по карте, 6 километров. Ты думаешь, блин, в Москве я бы даже из района своего бы еще не выехал. Пробки, ну, они есть, но их немного и они не такие жесткие. В плане движения на мотоцикле, ну, да, здесь мало мотиков, автомобилисты не привыкли к такому движению. Еще здесь есть, знаете, такая вот какая-то азиатская, что ли, культура, когда, ну, там, в Москве уже все привыкли, двигаются, там, уступает место вежливо, да. То здесь как бы, ну, они такие видят тебя в зеркале, типа, ну, и похер, ты как-то там сам проедешь, типа, не буду двигаться. Кто-то двигается, конечно. Вот, это вот, мне кажется, такая какая-то азиатская немножко культура, когда ты там в Тае на мопедах ездишь, там, в притирку куча этих мопедов. Короче, вот, что-то такое ощущение какое-то такое. Вот, опять же, центральная улица идет наверх все равно. То есть на камере это может не ощущается, но ты когда едешь, это создает такую какую-то необычность, знаете. Ну, собственно, вот так как-то выглядит центр Владивостока. По мне так довольно симпатично. Я тут Леха спрашивал, хотел бы ли ты тут жить. Сложный вопрос, я учитываю многие факторы. Если откидывать вообще все, все мысли, а просто смотрите на это как на город, то вообще тут прикольно. Море рядом, порт. Притащил себе пару тачек с Японии дешевых, одну GDM-ку, одну покомфортней. Мотик притащил себе, причем несколько. И для путешествия, и так. И кайфуешь. Это путешествие мы начали планировать еще с прошлого года. С прошлого года пытались сделать сразу визу в Штаты. Но вы знаете, какая у нас ситуация в мире, особенно год назад была. Это карантин, это коронавирус. Но мы решили не сдаваться. Планировали в этом году выехать еще в мае. Но сейчас вот конец августа. Можно сказать, уже сентябрь. И мы только вот завтра планируем стартануть с Владика. Только представьте, мы проедем всю Россию, потом проедем всю Европу по непонятным маршрутам. И потом еще отправимся в Штаты. А, это нам. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok